Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня второй урок по повести Ася, тема которого звучит следующим образом. Знакомство с героями повести Ася, роль пейзажа в произведении. Сегодня на уроке мы познакомимся с основными направлениями творчества Тургенева, а также с героями повести Ася. Убедимся в огромной роли пейзажа в произведении, а чтобы этого достичь, будем вчитываться в текст и интерпретировать его. Как вы думаете, почему на столе стоит герань? Именно веточку герани бросила озорная ладошка Аси господину Н. На тебе, возьми, прибавила она, бросая Гагину ветку гераниума. Вообрази, что я дама твоего сердца. Н. уходит, возразил Гагин, он хочет с тобой проститься. Будто, промолвила Ася, в таком случае дай ему мою ветку, а я сейчас вернусь. Гагин протянул мне молча ветку, я молча положил ее в карман, дошел до перевоза и перебрался на другую сторону. Ах, если бы герой мог подхватить эту веточку гераниума. Может быть, она стала для него мостиком в счастливую жизнь. Но, к сожалению, этого не произошло. Наш герой одинок. Осужденный на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы. Но я храню, как святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума. Тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Между цветущей геранью и засохшей веткой история любви. О любви, которая не состоялась, мы с вами начнем сегодня говорить. Почему не случилось счастье? Кто в этом виноват? Герой хранит веточку герани, которую бросила ему Ася. Ася. Такая таинственная, загадочная, необычная. Давайте вспомним, кто является ее прототипом. Итак, задание. Подумайте, кого можно считать прототипом Ася. Мадмуазель Сабурову, Надежду Шиншину, Полину, внебрачную дочь Тургенева, Анну, внебрачную дочь дяди Тургенева. Итак, давайте проверим. Несмотря на множество версий, мы с вами на прошлом уроке пришли к выводу, что прототипом Аси является незаконная дочь Тургенева, Полина. Почему повесть называется Ася? Конечно, по имени заглавной героини. Давайте вспомним, какой же герой является заглавным. Отметьте, пожалуйста, соответствующие характеристики. Все повествование ведется ради этого героя. Этот герой – главный выразитель авторских идей. Его именем названо произведение. Заглавный герой произведения – это не только тот герой, именем которого названо произведение, но еще и тот герой, вокруг которого, ради которого строится все повествование. Героиню зовут Ася. А каково ее настоящее имя? Анна. Миловидность и грация. Анастасия, рожденная вновь. О своей героине Тургенев рассказывает не сам. Рассказ вложен в уста господина Н, или Энн, который спустя 20 лет вспоминает свою любовь к Асе. Он много лет назад путешествовал по Европе и в маленьком немецком городке познакомился и подружился с русскими, с Гагиным и его сестрой Асей. Примечательно то, что Энн не просто рассказывает о своих беседах, встречах с Гагинами, а важно то, что он вновь переживает чувство, которое вспыхнуло тогда, 20 лет назад. Что же мы можем сказать о господине Энн? Каков его характер, его взгляд на окружающий мир? Энн – молодой дворянин, богат, путешествует. Он в душе художник, очень любит наблюдать за окружающим и особенно за людьми. Он праздный созерцатель. Давайте посмотрим, как он сам рассказывает о себе в самом начале повести. Мне было тогда лет 25. Я только что вырвался на волю и уехал за границу не для того, чтобы окончить мое воспитание, как говаривалось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир Божий. Я был здоров, молод, весел. Деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись. Я жил без оглядки, делал, что хотел, процветал одним словом. Что значит без оглядки? В этих словах жизненная кредо героя. Юноше несвойственны мучительные раздумья о смысле существования. Он живет, руководствуясь лишь собственным хотением. Без оглядки – это значит, не задумываясь о последствиях своих поступков. Без оглядки – это значит, не возлагая на себя ответственности за окружающих. После такой характеристики можно подумать, что Энн – эгоистичный молодой человек. Это совсем не так. Он способен отличать добро от зла, и свобода воли у него не перешла в индивидуализм. Он добрый малый, он созерцатель, он любит наблюдать за окружающим и любит особенно наблюдать за людьми. Как же Тургенев дает нам понять, что его герой – человек все-таки глубокий? А делает это он самым излюбленным своим способом. Дело в том, что Тургенев с самого начала своего творчества прославился как мастер пейзажа. Пейзаж в тургеневских произведениях всегда не случайен. Он то романтический, то лирический, то социальный, то психологический, то есть когда внутреннее состояние героя передаётся через описание природы. Как же господин Энн воспринимает природу? Что он в ней любит, а чего не любит? Начнём с того, что не нравится господину Энн в природе. Знак минус. «Природа действовала на меня чрезвычайно, но я не любил так называемых её красот, необыкновенных гор, утёсов, водопадов. Я не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала». Герой не любил чрезвычайных красот природы. Он не любил, чтобы эти красоты мешали ему наблюдать за человеком. А что же ему в ней нравится? Я любил бродить тогда по городу. Луна, казалось, пристально глядела на него с чистого неба. И город чувствовал этот взгляд. И стоял чутко и мирно, весь облитый её светом, этим безмятежным и в то же время тихо душу волнующим светом. Городок Зы потому и привлекает нашего героя, потому что он чувствует здесь себя комфортно, безмятежно. Его душа созерцательна, он спокоен внутренне. Помните, рассказ о дне знакомства господина Энсгагенами заканчивается прекрасным лирическим пейзажем? Давайте его прочитаем. Я прыгнул в лодку и простился с новыми моими друзьями. Лодка отчалила и понеслась по быстрой реке. Перевозчик, бодрый старик, с напряжением погружал весла в тёмную воду. «Вы в лунный столб въехали! Вы его разбили!» – закричала мне Ася. Я опустил глаза. Вокруг лодки чернея колыхались волны. «Прощайте!» – раздался опять её голос. «До завтра!» – проговорил за нею Гагин. Лодка причалила. Я вышел и оглянулся. Никого уж не было видно на противоположном берегу. Лунный столб опять тянулся золотым мостом через всю реку. Что происходит с героем? Что он чувствует? Что происходит в его душе? Я отправился домой через потемневшие поля, медленно вдыхая пахучий воздух, и пришёл в свою комнатку, весь разнеженный сладостным томлением беспредметных и бесконечных ожиданий. Я чувствовал себя счастливым. Но отчего я был счастлив? Я ничего не желал, я ни о чём не думал. Я был счастлив. Он счастлив. Даже забыл о своей жестокой красавице, в которую был влюблён раньше. Что же изменило героя? Это встречи. Природа и Ася. Но Тургенев в лирическом пейзаже, который мы прочитали, даёт нам подсказку о том, что любовь не состоится, счастья не будет. Как же он это делает? Помните разбитый лунный столб, как осколки разбитого возможного счастья. В эпизоде прощания господина Энн с Гагеном и Асией есть много символических деталей. Большая река – это река жизни. Лунная дорожка – это свет свыше, и она разбита. Ася говорит, вы в лунный столб въехали, вы его разбили. Предупреждение прозвучало, но герой его не услышал. Обратим внимание ещё на одну деталь. В третьей главе Гаген приходит к господину Энн с предложением полюбоваться красотами природы. Но в третьей главе нет описаний природы. Почему? Всё просто – там нет Аси. Как только появляется Ася, герой начинает любоваться природой. Ася, именно она, как будто освещает всё вокруг. С ней мир оживает, человек становится счастливее. Подводя итог, давайте ещё раз скажем о функциях пейзажа в произведении. Он способствует созданию образа героя, выступает фоном, связанным с местом и временем действия, является формой психологической характеристики. Подчёркивает, оттеняет душевное состояние персонажей и, как в сцене прощания Гагена, Ася и господина Энн, приобретает символическое значение. Тургенев говорил, человека не может не занимать природа. Он связан с нею тысячью неразрывных нитей. Он – сын её. Ребята, но ведь природа – это не только то, что за окном. Это и гармония музыкальных звуков, и колорит живописных полотен, и художественное слово. Только вот мы с вами, к сожалению, не всегда способны открыть свою душу навстречу этому величию и красоте. Я очень надеюсь, что сегодняшний урок вам поможет это сделать. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова